Здравствуйте! Я Наталья Бейкер и вы смотрите новости. В ближайшее время мы расскажем о самых важных и интересных событиях Орска, Новотроицка, Гая и всего региона. В этом выпуске смотрите. Люди с плакатами и баннерами, крики и топот. В Орске очень жарко. Прошло обсуждение вопроса о добыче серпентинита на карьере на выезде из города. Мы выслушали мнение тех, кто за и тех, кто против. Подробности смотрите в сюжете Марина Сдрачева и Андрея Энгеля. Жительница Орска еще в ноябре прошлого года переселилась из аварийного жилья в новенький красивый дом. Однако ей до сих пор приходят долги за старую квартиру. Все подробности расскажем в сюжете Алины Валюлиной и Игоря Платонова. 793 жителя Орска на сегодня имеют официальный статус безработных. Более подробная статистика Центра занятости населения в этом информационном выпуске. В Орске волонтеры организовали сбор вторичного сырья. Что же именно делают люди, узнаете прямо сейчас. Вот так эмоционально и громко проходило в администрации Орска обсуждение одного из важнейших вопросов. Возможную разработку карьера по добыче серпентинита, который по планам будет находиться на въезде в город в 800 метрах от жилых домов. В актовом зале мэрии собрались порядка сотни человек. Интересный факт. Это были даже не публичные слушания, которые имеют юридический статус. Их необходимо проводить перед принятием важных решений. А всего лишь публичные обсуждения. По факту просто собрание, которое вроде бы ни на что не влияет, но тем не менее имеет большое значение с точки зрения мнения общественности. Это то же самое, что как есть спортивная форма Адидас, а есть Абибас. Вот это было Абибасом у нас. Вот. Был сейчас Абибас здесь. Высказать свою позицию пришли депутаты Орского курсовета и законодательного собрания Оренбуржья, представители Новотроицкого цементного завода, которые и собираются заниматься разработкой карьера, и жители Орска. Последние, кстати, уверяют. О мероприятии они узнали случайно, но все равно пришли. С самого начала присутствующие в зале поделились на два лагеря. Те, кто выступает за карьер. По большей части это сотрудники Новотроицкого цементного завода, а также пенсионеры. И те, кто категорически против. В основном это жители северного микрорайона. Заместитель директора по социальным и внешним связям Новотроицкого цементного завода Максим Кротов сразу пояснил, почему разрабатывать карьер собираются именно в этом месте, в 800 метрах от жилых домов. Почему здесь? Потому что здесь серпентинит, а серпентинит – это строительный камень, который мы планируем добывать. И этот строительный камень, он на самом деле имеет большую площадь залегания. Да, он есть не только в Орске, он есть там и дальше, и в Куландыке есть. И вот сейчас нам Анатолий Васильевич подробно все расскажет. Но, к сожалению, здесь, наверное, есть люди уже и с жизненным большим опытом, и с производственным, должны понимать и понимать, что не все то, что называется камнем, подходит в производство. Поэтому тот камень, который мы нашли здесь, нам по химическому составу наиболее подходит в наше производство. Поэтому этот участок здесь и не где-то в Куландыке. Жители Северного микрорайона уверены – от разработки карьера будет очень много пыли. И это – одна из основных претензий горожан. Когда добывается и делается карьер, то грунтовые воды, естественно, затапливают этот карьер. То есть получается, что обезвоживание близ лежащих ландшафта происходит. Да, потому что изменение идет гидрологических условий этих территорий. Там находятся сады. То есть все равно эта пыль, вы говорите, что ее не будет, а она будет. Вот, эта пыль будет оседать на растениях, которые выращиваются до воды. Вот, во-вторых, вот насчет рабочих мест, да, ну, рабочие места, ну, сколько? Ну, 150, да, человек будет работать орчан. Но 50 тысяч, 50 или, может быть, даже 100 тысяч орских жителей мы потеряем. Они просто уедут с этих районов жить, потому что там будет невозможно жить. Между тем, представители цементного завода уверяют, никаких буро-взрывных работах речи не идет. Добыча будет производиться при помощи фрезы. Якобы от такого способа минимум пыли. И она не распространяется далеко. До жилых домов не дойдет, уверяют сотрудники предприятия. Вы, наверное, ни в одном уголке города увидели, как работает дорожная фреза. Вот такая же дорожная фреза на сегодня стоит у нас в карьере. И это единственная техника, которая будет там работать и добывать. Новотроицкий цементный завод пригласил и специалиста, геолога из Орска, который высказался по поводу пыли. Фреза, ну фрезу, вы видите, она дает не пыль, а мелкий щель. То есть, мелкий щель. То есть, пыль, пыль получает пыль, которую я объяснил, от взрыва. Но фреза не дает пыли, она дает... А при погрузке? Ну она же эту же массу погружает. Это мелкие, тонкие щели, ну какая-то доля пыли, конечно, есть в породе. Но в основном это будет мелкий щель. Между тем, на обсуждение пришло очень много многодетных семей. Часть из них живет в квартирах в северном микрорайоне. А другие получили земли рядом с местом, где планируется разработка карьера. Аргументом представителей цемзавода и геолога, которого они привели, многодетные мамы не верят. 200 семей – это семьи, 200 семей. В каждой семье по 5, по 8 детей. Мы ждали эти участки, чтобы жить там. Мы плашмя ляжем, мы дойдем до федеральных каналов, но мы не дадим вам... Сейчас я уже свяжалась на данный момент с несколькими федеральными каналами, но мы не дадим вам. Мы придем семьи, по 5, по 8 детей. Мы встанем машинами, мы приедем, я вам обещаю это. Неожиданной для Арчан оказалась позиция некоторых депутатов Орского гурсовета. Выступал перед собравшимися Павел Коровин, и он не против разработки карьера. Его коллега Виталий Амельченко пытался сказать, что, мол, да, когда было голосование на заседании гурсовета, и, напомним, на нем депутаты приняли решение не в пользу разработки карьера, он высказался против. Но я не специалист. Неожиданно для некоторых начал уводить в сторону народный избранник. Депутат регионального парламента Вячеслав Рощупкин высказался иначе. Вот я не знаю, на чем вы должны поклясться, какой договор накровили его подписать. Что это, да, это будет выполнено. И самое, что действительно страшное, вот бизнес действительно должен зарабатывать. И про, тут уже было сказано, про новый общественный договор. Мы с вами должны жить достойно. И мы должны с этой прибыли тоже что-то получать, раз мы какие-то, да, несем потери. Потому что для принятия решения всего нужно 13 рук за. Понимаете, всего 13 рук. В общем, споров и криков было много. Обсуждения шли почти три часа. А завершились они резко и неожиданно. Те, кто выступает против разработки карьера, встали и ушли. Собственно, через пару минут все и завершилось. И раз уж все освободились, мы дали возможность высказаться обеим сторонам. Итак, вот что говорят все, кто выступает за разработку карьера. Я за строительство карьера. Потому что это рабочие места, это налоги, это развитие. Молодежь не будет уезжать, будут работать здесь, получать достойную зарплату. Я за. Скажите, а вы в каком районе Орска проживаете? Здесь, недалеко, на Станиславского. А работаете где в Новотроицке? В Новотроицке цементный завод. От фрезы пыли не будет. Аналогичной фрезой снимают асфальтное покрытие. В городе, где живут люди, и никаких из-за этого проблем и дискуссий не возникает. Так почему же в километре практически от жилых домов должна подняться от фрезы такая пыль, что люди должны задыхаться? Ну, все видели, как работает эта установка в городе. Она пылит, откровенно. Ну, она не пылит настолько, чтобы там целый район города запылило пылью. Потому что не такие объемы, наверное, нет? Да, а там тоже не будет таких объемов. Там работать будет одна фреза. Одна. Как она может поднять столько пыли, чтобы город весь закутало пылью и все задохнулись? Я вот этого просто не понимаю. А вот позиция тех, кто выступает против. Я считаю, что согласование с общественностью – это обязательно. Если люди против, значит, нельзя этот карьер открывать. Пусть ищут другие альтернативы. Возможно, в других местах люди будут за. Возможно. А мы против. Открытым способом будет выработан 42 гектара. Это огромная территория от 240-го до развязки Новотроицк. То есть это будет огромная вскрытая почва, грунт. Это будут отвалы и вскрышные породы, которыми они предполагают прикрыть немножко карьер вдоль автотрассы. Мы знаем, что у нас ветер до 20 метров в секунду летом дует. И даже степная пыль не дает дышать. Теперь представьте, что это полетит силикатная пыль. Да, будет работать фреза, но фреза будет сыпать. Это будут сыпучие породы. И они будут точно так же пылить. Даже если они местами будут увлажнены. Где в степи они будут увлажнять весь карьер. Позиция Новотроицкого цементного завода следующая. Пыли и шума не будет. Все работы будут вестись только в соответствии с проектом. После использования карьера, а добывать породу планируют в течение 20 лет. На его месте предлагают сделать озеро и благоустроить территорию. Для перевозки породы будет рассмотрен вариант строительства узкоколейной железной дороги, по которой предполагается перевозить серпентинит. Карьер даст городу новые рабочие места. В случае положительного решения мы готовы работать, создавать рабочие места. И уже действуя в рамках соц. партнерства с городом, коль скоро мы станем резидентами этого города, мы готовы включаться в социальные вопросы. Станет ли Новотроицкий цементный завод резидентом Орска или нет, и будет ли на въезде в город вестись разработка карьера, решат депутаты. Им снова предстоит голосовать. Но уже очевидно, что некоторые из слуг народа свое мнение изменили. Самое главное, чтобы при принятии решения депутаты прислушались к мнению избирателей. Мария Ноздрачева, Андрей Энгель, служба информации, ТРК «Эвразия». Глава Орска Василий Козупица на очередном аппаратном совещании потребовал от своего заместителя по муниципальному хозяйству Артема Учкина в ближайшее время запустить в работу городские фонтаны. Учкин сообщил, что технических проблем здесь нет, оборудование исправно. Но о конкретных сроках его запуска пока говорить трудно. Однако главу такой ответ не устроил. Он потребовал, чтобы фонтаны заработали к майским праздникам. Цитата. «Если бьет фонтан, то есть жизнь в городе». Конец цитаты. Так заявил Василий Козупица. У ручья «Известковый дол» на территории бывшего хутора Марганцевой обнаружили разбросанные трупы коров и телят. Гонилостный запах распространяется на сотни метров. Останки более пяти мертвых животных обнаружил кашевой атаман Новотроицкого хуторского казачьего общества Евгений Столбинцев. По весне, по ранней, когда пошло таяние, обильное снега, то вот здесь мы обнаружили свалку животных, трупников животных. Вот. Сейчас они начали разлагаться. Вода стекает, талая вода стекает, попадала в известковый дол, который, соединяясь через озера, через церковь, идет через город и попадает в Урал. Евгений Столбинцев говорит, что установить владельца этих животных сложно, поскольку бирки с ушей вырваны. Но у него есть подозрения, кто это может быть. Большой падеж в этом году был только у одного фермера. Еще одна мертвая взрослая корова лежит в ущелье недалеко от Старой Аккермановки. Вед, врачи приезжали, обследовали, брали пробы. Не знаю, какая правда, я не знаю, как получилось так, что вот именно у стратегических таких объектов склады животных. Кашевой атаман надеется, что правоохранительные органы разберутся, почему мертвых животных не довезли до скотомогильника, а бросили у рычьев, которые впадают в реку Урал. В Орске насчитывается 793 безработных. Речь идет о людях, которые официально получили этот статус, а с ним и право на пособие по безработице. 793 человека – это 0,7% от количества экономически активного населения, то есть работоспособных жителей города, которым позволяют трудиться возраст и состояние здоровья. На сайте администрации Орска сообщается, что в базе городского центра занятости населения в настоящее время имеется 1933 вакансии. Вообще же, с начала года в ЦЗН обратилось 2212 человек. 598 из них было признано безработными, 724 – трудоустроено и 99 – направлено на переобучение. В ГАИ продолжается отопительный сезон, стартовавший еще 2 октября прошедшего года. Несмотря на высокую температуру за окном, глава округа не торопится подписывать постановление о прекращении подачи тепла в квартиры гайчан. На горячую линию ГАИ.РФ 50100 продолжают звонить местные жители с вопросом, когда же отключат отопление. Однако точная дата пока остается неизвестной, даже при службе администрации. Орчанка Людмила Лестротенко – одна из счастливых жителей города, попавших в программу переселения из аварийного жилья. Так, в ноябре прошлого года женщина из бывшего общежития по улице Дунаевского переехала в новенький красивый дом на Горького-3. Радости не было предела, и все бы ничего, если бы не одно «но». Людмила Ивановна вот уже практически пять месяцев обживает новую квартиру, а долги за старую комнатушку по-прежнему капают. Причем, рассказывает женщина, суммы растут только за свет и отопление. В декабре я там не жила уже, а приходит мне задолженность. Уже дошло до 7630 рублей. В чем дело, я не пойму. Орчанка рассказывает, что изначально она немного запуталась. И когда в декабре ей пришла платежка за комнату Дунаевского, она не заплатила, посчитав, что в ресурсоснабжающей организации ошиблись. Ведь в декабре женщина уже не жила там, а квитанции приходят. Людмила Иллистротенко не учла один момент, что платим мы в нынешнем месяце за предыдущий. Эту ошибку Орчанка признает. И если изначально сумма в платежке была около 2500 рублей, то сейчас она выросла в разы. Сначала было меньше. Было сначала 2547, потом 580 рублей. Потом вот это вот дальше идет уже до 7000. Вот три месяца подряд они мне эти шлют долги. Хорошо. Учтем момент, что Орчанка действительно ошиблась. Не заплатила в декабре за ноябрь и долг теперь растет. Но он остораживает одно. Неужели за четыре месяца с 2500 рублей задолженность выросла до 7600 рублей? И это при том, что с декабря в доме на Дунаевского никто не живет. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в пресс-службу «Энергосбыт плюс». Массовое закрытие лицевых счетов в многоквартирном доме происходит в случае официального обращения от управляющей компании или иной обслуживающей дом организации. Соответствующего уведомления, а также сведений о полном расселении касательно дома номер 21 по переулку Дунаевского в Орске в «Энергосбыт плюс» не поступало. Собственнику необходимо обратиться в ближайший офис обслуживания компании для закрытия лицевого счета. После рассмотрения обращения лицевой счет по прежнему адресу будет закрыт, после чего собственнику произведут необходимый перерасчет. Проблема с мусором довольно остро стоит в нашем городе. А что, если сдавать его на переработку? Год назад неравнодушные люди на добровольных началах решили организовать раздельный сбор вторичного сырья. Идея создания проекта «Чистый след» возникла у Александры Лезиной. Важно сортировать мусор и превращать его из мусора в новые вещи, давать ему вторую жизнь, потому что никуда нам всем не спрятаться от той свалки, которая растет у нас за городом. Это семиметровая толща, занимает много-много гектар, выделяет токсичный фильтрат в подземные воды. И нужно это прекращать. Нужно зациклить образование упаковки, чтобы она уходила не в природу, а она уходила в повторное вторичное использование. Проект существует чуть больше года, но даже за такой маленький срок есть результаты. Если раньше у Александры было около 10 единомышленников, то сейчас в проекте принимают участие более 50 человек. Общими усилиями на переработку каждый месяц отправляется по 200 килограммов вторичного сырья. Ничего страшного и сложного здесь нет. Еще год назад мы говорили, что начать легко. Нужно просто во время мытья посуды тару, которая у вас остается дома, проверить ее маркировку, это треугольничек с нумерацией, определить вид пластика или железа или стекла, помыть его, высушить на сушилке для посуды и положить просто в отдельное место. Не нужно 10 контейнеров. Мы просто выбрасываем то, что нам не нужно на свалку и оставляем то, что мы будем сдавать. А потом я беру этот пакет, который у меня накопился за неделю или у кого-то за месяц и несем его в экологический пункт. Мы, активисты-волонтеры, разделим все, проверим, чтобы было все правильно по категориям, упакуем и вызовем компанию, которая повезет это на прессовку и на лишнюю переработку. Волонтеры принимают совершенно разные категории вторичного сырья – стекло, картон, железо и пластик. Кстати, последний из списка бывает нескольких видов, и некоторые не подходят для повторной переработки. Об этом участники проекта подробно рассказывают в школах на специальных уроках. На данный момент участники проекта ищут добровольцев, кто также неравнодушен к проблеме мусора и хочет помочь. Связаться с Александрой Лезиной можно по телефону 8 919 844 30 19. Анастасия Тимофеева, Андрей Энгель, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В Орске после трехлетнего перерыва пройдут майские скачки. Праздник ко Дню Победы проходил и раньше, и был очень популярен у арчан и жителей соседних городов и регионов. Неизменно в районе старого аэропорта поселка Гудрон собирались несколько тысяч человек, чтобы посмотреть на прекрасных скакунов, поболеть за участников, покататься на лошадях и просто окунуться в атмосферу праздника. Из-за коронавирусных ограничений о скачках пришлось забыть на три года. Но сейчас наступил тот самый момент, когда можно вернуться к этой прекрасной традиции. Он пошел на Врус праздник, и после праздника подведения итогов я подошел к главе города, что надо бы как-то возобновить скачки, потому что они у нас в городе Орске любимые, народам нравятся. И у нас бывает очень много гостей не только вот с Восточной Оренбург, а еще и Челябинск, Казахстан, Казань, Самара, Оренбург. Он меня поддержал. Неофициально идею поддержал и депутатский корпус. В ближайшее время народные избранники обсудят это мероприятие. В администрации города уже прошло совещание, после которого организаторы выехали на место проведения скачек. Здесь, в поле, они обсуждали технические моменты. Торговые точки, дежурство спецслужб, организация парковки и транспорта до ипподрома, подготовка подъездных путей. Мы выехали сюда на место, на поле, чтобы говорить все оргмоменты, потому что нам нужно понять, как будет проводиться праздник, в какой формат, в какое количество, где будет размещение именно наших палаток или каких-то культурных массовых мероприятий будет организовано, где будем проводить концерты. Конезаводчики утверждают, площадка в районе Гудрона – просто идеальное место для проведения конных соревнований. Здесь есть и рыхлая почва для рысаков, и твердое покрытие для скакунов. На бегах гости увидят представители орловской, англо-арабской, буденовской породы, чистокровных английских скакунов. А также будут заезды на пони. По этой дорожке будут скачки у нас, начиная от пони, от самых маленьких. Мы сделали один раз проб, но людям очень понравилось. Но в первую очередь все как бы зрелищно, чтобы было для людей, чтобы людям понравилось. В середине будет круга, там есть и дорожка другая, там будут рысаки. Показательные выступления в качалках, но это беговые, это не скачки. Им нужно, значит, потверже покрытие. Там еще грейдером пройдут, вот обещают. И в середине еще, уже в конце скачек и бегов, будут, значит, выступления по конкуру. Либо соревнования, либо как. Ну и, естественно, тут желающие могут покататься на лошадях. Сколько будет заездов, каков регламент соревнований и какое точно расписание программы, все это предстоит обсудить и организовать. Но точно известно, 14 мая в 11 часов начнется красивый, шумный и веселый конно-спортивный праздник, который, ну, никак нельзя пропустить. Дисцентр «Гарант». Дезинфекция, обработка садов, полное уничтожение насекомых. Доступные цены, лицензированные услуги. Телефон в Орске – 32-20-12. Голдинвест в Орске уже 6 лет. Мы даем надежность и сохранность вашим сбережениям долгие годы. Орск, проспект Ленина, 21. Гай, улица Ленина, 48. Последние новости о специальной военной операции на Украине. Информация на 20 апреля. В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Киселевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также 7 единиц военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России в течение ночи поражены 73 военных объекта Украины. Среди них 4 пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники. 7 опорных пунктов и 4 склада боеприпасов. Также в результате ударов уничтожены 6 танков, 9 бронемашин. Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами под Высокая, Чистоводовка, Яковенково, Покровское сбиты 6 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районах Донецка и Скелеваты сбиты в воздухе две тактические ракеты «Точка-Ум». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 496 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, на 1029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2232 единицы специальной военной автомобильной техники. Это были данные от Минобороны РФ. Вся оперативная информация о военной операции есть в материале на сайте уж.ру под названием «Военная операция на Украине онлайн». Еще быстрее все появляется в нашем телеграм-канале. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь. Министр архитектуры Наталья Ибрагимова провела брифинг, в ходе которого прокомментировала частые срывы сроков реализации проектов по благоустройству. По ее словам, вина лежит на главах города, у которых в команде не хватает профессионалов. Мэры зачастую сами некомпетентны и невнимательны, поэтому в каждой администрации должна быть команда, которая курировала бы данное направление работы. В качестве примера была приведена набережная Урала, где плитку уложили после укрепления берега. Наталья Ибрагимова затронула и тему благоустройства парка «Березки», где в этом году должны были установить освещение, малые архитектурные формы и привести в порядок дорожки. Не будет, конечно, что мы не убивались. Будет, соответственно, просто проложение тех трасс, которые там уже сегодня есть. В некоторых местах они пришли к тому, что невозможно ее продолжить, потому что там, например, растет 3, 4 или 5, соответственно, поросли, штук порослей, которые необходимы сегодня каким-то образом вверх и недолго. Региональный министр архитектуры поделилась и своим мнением о предложении мэра Сергея Солмина построить подземную парковку в Атриуме. Безусловно, в центре такая парковка не помешает. Но другой момент, на мой взгляд, и мы с ним еще это не обсуждали, прежде чем, наверное, понимать, на сколько места там может быть парковка, надо понять и посмотреть проект, который будет когда-то давно разработан. Гайское дорожное управление отремонтирует 1250 метров одной из самых ужасных дорог города. Это участок улицы Промышленная от Орской до выезда в Калиновку. Долгое время этот отрезок был бесхозным. Только в 2021 году администрация округа приняла его в хозяйственное ведение. Выполнение ремонта обойдется в 9 561 730 бюджетных рублей. Отметим, что с обеих сторон разрушенный участок соединяется с хорошими дорогами. В 2020 году направление в Калиновку отремонтировало Гайское ДУ. Промышленную от Орского шоссе до Орской ремонтировали в 2019. Невероятные красоты первоцветы дарят наши края весной. В Оренбурге одним из первых расцветает тюльпан Шеренка. Цветок занесен в Красную книгу и, к сожалению, относится к исчезающему виду из-за легкомысленных людей, которые срывают растения ради красивых фото в социальных сетях. Дорогие арчане, давайте вместе сохраним природу, проявим к ней любовь и уважение. Ведь для этого так мало требуется. Всего лишь не трогать цветочки, а наблюдать за ними со стороны. Напомним, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, предусматривает соответственность и штраф. Например, за сбор и распространение редких тюльпанов Шеренка предусмотрены штрафы от 2,5 до 5 тысяч рублей для граждан, от 15 до 20 тысяч для должностных лиц, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Кроме того, нарушитель компенсирует ущерб, нанесенный окружающей среде, в размере от 300 до 900 рублей за каждый экземпляр. За уничтожение мест произрастранения цветов, занесенных в Красную книгу, сумма ущерба составит 450 тысяч рублей за 1 гектар. В районе Попово угла в Орске прямо на месте преступления застукали чмо. Трое приятелей выкидывают мусор прямо возле дороги. К слову, выгрузили они целую газели разного хлама. Мебель, коробки и огромное количество пакетов. Как видно на кадрах, которые предоставили пользователи Орск.ру, в оправдание своего поступка сказать мужчинам нечего. Если вы думаете, что на этом история закончилась, то нет. Позже на место прибыли пожарные, которым пришлось тушить выброшенный хлам. Утверждать, что поджог устроили нарушители, мы, конечно, не можем. Но последствия вы видите сами. Если вы застали на месте преступления человека, мешающего обществу, присылайте нам свои фото и видеоматериалы с небольшим описанием и контактными данными. Наши пароли и явки вы видите на своих экранах. Теплый воздух и яркое солнце навевают мысли о долгожданном летнем отдыхе. Как гайчане планируют провести свой отпуск? Мы спросили об этом в случайных прохожих. Пока не думала. Ну, вообще, вообще никаких планов? Пока нет. А как обычно проводите? Ну, либо с родственниками, либо в Башкирию езжу. У меня родственники уже. Либо-либо. В школу или в сентябре, а нас выпустят скоро. Почему? А лето? Работаем. Ну, у нас нет выпуска дома. Куда не поедете? Нет, у меня ребенок в первый класс идет. Ну, далеко мне еще надо выпустить. Ну, а вообще планы есть? Нет. На работе. А отдыхать когда? На работе. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». В Орске в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для будущих выпускников прошел единый день открытых дверей на базе Орского технического техникума имени Стыценко. В число пилотных площадок вошли четыре колледжа из регионов присутствия ТМК в партнерстве с предприятиями компании. День открытых дверей начался с областного родительского собрания, на котором присутствовали 996 выпускников, родители-педагоги муниципальных образований Оренбургской области, представители Министерства образования региона, а также руководители промышленных предприятий, в том числе Орского машиностроительного завода. Орский машиностроительный завод совместно с УТЭП 2002 года реализует уникальную аудиторию модель подготовки рабочих. В сентябре 2010 года представлению правительства Министерства было присвоено почетное звание машиностроителя почетного учреждения Анатолия Ивановича Стыценко. Всю свою трудовую деятельность Анатолий Иванович посетил машиностроительному заводу. Чтобы ребята могли полностью погрузиться в профессию, для них на базе техникума организовали профессиональные пробы. Сегодня на учебно-производственных площадках и производственных площадках ребята смогли попробовать себя в различных направлениях. Это электромонтаж, это аддитивные технологии, это токарные работы, это сварочные технологии. И я думаю, что сегодняшние мероприятия им запомнятся надолго, и они смогут сделать свой осознанный выбор будущей профессии. Следующий этап этого дня – посещение производственных площадок. Школьники познакомились с условиями труда на ОМЗ. Увидели, как из необработанной заготовки делают незаменимую в нефти газодобыча деталь – буровой замок. Как из трубной заготовки получается газовый баллон – потрогать руками уже готовую продукцию, почувствовать энергетику металла. Ребята узнали подробную историю становления завода в годы Великой Отечественной войны – сложные 80-е, непростые 90-е – и о реалиях сегодняшнего дня. Это федеральный проект, который именно в городе Орске реализуется при поддержке трубно-металлургической компании, корпоративного университета ТМК «ТУЮ», Орского машиностроительного завода и правительства Оренбургской области, который направлен на обеспечение квалифицированными кадрами именно те производственные площадки, которые имеются на Орском машиностроительном заводе. Ребята оказались под большим впечатлением от увиденного. Благодаря такой возможности ученики уже сейчас смогли сформировать представление о Борском машиностроительном заводе и определиться с выбором будущей профессии. Продолжение следует...